друзья эксклюзивные новости в украину заехал тот самый самый дорогой смартфон компании сяоми сяоми ми микс альфа естественно команда лучкова сразу поехала это дело все щупать снимать действие происходило в днепре сразу скажу что снимать это устройство было крайне тяжело потому что в принципе его еще никому не дают это может альфа образец рабочий образец смартфона и скором времени все люди которые живут в украине смогут посетить один из мисторов которые либо же скоро откроется либо в какой-то популярный мистор заведут этот смартфон чтобы вы сами могли лицезреть это все дело если честно сам очень сильно удивлен что так вообще все сложилось потому что вообще по всему миру этот смартфон никому не дают в руки он стоит под кубом вы можете просто на него посмотреть сразу говорю что это устройство сейчас лишь демонстрация того на что способна компания сяоми для того чтобы привлечь внимание до сих пор я сам не могу ответить на вопрос зачем он как им пользоваться какое преимущество он дает в реальном использовании красивый безусловно красивый технологичный до технологичный как это все дело будет применяться в реальном использовании нам предстоит узнать еще в детальном тесте немножечко позже сейчас я вам просто напомню что и себя представляет мимикс альфа вы можете насладиться его внешним видом хотя бы детально уже и так xiaomi mix альф это смартфон сделаны из титанового сплава керамики и сапфирового стекла экран состоит из 6 слоев по словам это в принципе защищено все корнин горилла глаз пятого поколения это еще предстоит выяснить начинка естественно самая топовая snapdragon 855 плюс и что интересно surround display 7,92 дюйма то есть это диагональ в скажем так в развороте ведь сам смартфон покрыт экраном на 180 градусов разрешение у этого всего 2088 на 2250 пикселей вот такое нестандартное разрешение у него 12 гигабайт оперативной памяти у него 512 гигабайт постоянной памяти класс ufc 3.0 камера sony mx 350 на 20 мегапикселей также есть 12 мегапиксельный модуль камеры и 108 мегапиксельный модуль камеры аккумулятор 4050 миллиампер часов и поддержка быстрой зарядки на 40 ватт которая вот таким образом красивый его заряжает дело из него не просто смартфон а как минимум прикольный ночник смартфон естественно поддерживает сети пятого поколения для наших широт это не очень актуально для китая актуально прямо сейчас там тестируются сети пятого поколения я буквально вот недавно вернулся с китая каждая компания просто это внедряет смартфон наводит очень много шума есть очень интересные комментарии типа вот сейчас apple посмотрит и подсуетиться сделает также нет не сделает также потому что я уже говорю что нет ответа на вопрос зачем нужен этот смартфон с точки зрения фактического потребления мало того что он стоит там под 3000 долларов будет стоить такой смартфон для компании важен как визитная карточка чтобы привлекать на себя внимание чтобы постоянно маячить в информационном пространстве говорит что вот есть мы мы можем делать технологичные штуки а дальше уже обращайте внимание на обычные смартфоны то же самое по сути ведь происходит из допустим с моторола до смартфон который недавно вышел moto razor все смотрят на его технические характеристики как 810 snapdragon может стоить полторы тысячи долларов да вообще не неважно что у него там внутри сугубо имиджевый продукт который просто будет выделяется пытается как-то хайпить на ностальгии пользователей даже тот же samsung galaxy fold это пожалуй сейчас единственный смартфон складывающийся с гибким экраном который можно реально использовать как какое-то полноценное устройство да это это устройство выпущенное маленьким тиражом просто чтобы привлечь на себя внимание как эксклюзив и чтобы люди дальше помнили что есть такой бренд как samsung есть такой бренд как сяоми есть такой бренд как motorola кстати у motorola частично это удалось в америке пошуметь потому что сила бренда motorola в америке была очень такая прям серьезная и от фаги вспомнили о motorola есть что у них там давайте посмотрим оказывается они еще android смартфоны делают почти на чистом android будем знать сегодня будет еще много интересных новостей но прежде чем продолжить я познакомлю вас с партнером этого выпуска мы уже вам один раз новостях рассказывали про такую компанию как freedom финансы сегодня мы опять говорим про финансовую грамотность вот вам пример всеми любимая сяоми зарождалась стенах студенческого общежития microsoft apple google hp даже amazon начинали свою работу в обычном придомовом гараже самых маленьких шагов такая ситуация с инвестициями главное верить свои силы и начинать пусть даже с маленьких шагов вот вам банальный пример тысячи долларов сша для кого-то может являться хорошей такой подушкой безопасности на черный день либо же отложить на какое-нибудь важное событие либо просто потратить эту тысячу долларов на отдых в египте или в турции конечно же отдых и подушка безопасности это хорошо но все мы уже знаем что деньги должны создавать деньги они должны работать примеру купив там акцию компании apple можно получать дивиденд в размере 1,18 процента либо же купить акции либо облигации какой-то перспективно развивающейся компании и в итоге на длительной дистанции выиграть гораздо больше вот вам реальный пример 2019 года акции производителя веганских котлет beyond mead за день прибавили в цене на сто процентов так что правильно проинвестированные те же 1000 долларов уже концу дня могут приумножить естественно акции облигации не всегда растут это дело довольно рисково если не знаешь как с этим работать поэтому мы рекомендуем обращаться к людям которые на этом собаку сели и наш партнер это freedom финанс компания является частью международного холдинга freedom holding corporation акции которые листингированы на мировой бирже nasdaq это значит что компания прошла строгий аудит который подтверждает прозрачность и надежность компании а для вас как клиент в компании это дает уверенность в профессионализме компании при сотрудничестве вы получаете персонального менеджера который будет поэтапно идти с вами на вашем пути инвестирования и подсказывать основываясь на своем многолетнем опыте и экспертизе также компания предоставляет доступ торговому терминалу где через личный кабинет вы сможете делать покупки в любой точке мира в любое время кстати на youtube канале инвест толк вы найдете множество полезных видео и сериал который подробно расскажет о возможностях инвестиций от себя хочу добавить что у меня тоже есть опыт в этом вопросе в ближайшее время можете подписаться на мой телеграм-канал я выпущу отдельный подкаст в котором расскажу как я к этому пришел как я это использую и что у меня получилось спустя восемь месяцев подобные вот как бы работы в следующем выпуске новостей мы с вами поговорим про такую штуку как овгз и мы продолжаем новости а теперь новости про компанию apple и это новости не про новый макбук 16 дюймов а просто про пранк недели который устроил чувак под именем пабло роша если вам не известно это имя то сейчас я объясню кто он такой чем он прославился если вы впервые слышите это имя то именно он ответственен за нарисованные пенисы в инстаграм компании burger king и провокационные плакаты с подписью shot on iphone 6 которые пародировали реальную рекламу apple на этот раз он пошел еще дальше постебался над людьми в реальной жизни распечатал стикеры которые сдалека очень сильно напоминают наушники airpods и просто разбросал их по улицам сан-франциско и естественно люди идут по улице видят разбросанные airpods и прямо знаете такие упал упал наушники компании apple 1 пумс фейл и многие повелись на эту утку и начали ему прям в инстаграме писать чутка коварный то зачем ты это делаешь зачем отлавливаешь людей наверняка миллионы людей во всем мире потеряли наушники когда-то а тут эти щасечка привали рейди выдержку и под валяются и вот самый главный вопрос примеру если бы это были реальные airpods просто валялись без кейса но ты их нашел что с ними делать продаж что-либо сможешь использовать вот непонятно до конца но и это не все новости про компанию apple внезапно apple запланировала очередную презентацию на начало декабря с интересным логотипом в золотом оформлении и по какой-то причине эта презентация будет про приложение и возможно игры интересно что именно собирается apple рассказать на этой презентации многие журналисты уже получили приглашение на мероприятие которое состоится в нью-йорке 2 декабря но из-за того что apple никогда ранее не устраивала подобные мероприятия ожидать можно всего чего угодно мероприятие стало максимально неожиданным для всех аналитиков и для пресса так как новый airpods pro и macbook pro 16 были лишены к отдельной презентации ранее apple выпускала обычный пресс-релиз в котором перечисляла наименование и разработчиков но теперь компания хочет устроить целую церемонию награждения вместо обыкновенного релиза в общем декабре месяц вроде бы финальный месяц 2019 года для нас за после огромное количество сюрпризов вот лично я больше всего декабря жду конечно же релиза сериала ведьмак можете кстати написать в комментариях чего вы ждете от этого месяца необычная новость для моего канала она про игры но дело в том что об этом нельзя молчать компания вэлф наконец-то анонсировала новый half-life естественно это не half-life 3 не дождетесь но происходит что-то очень непонятная half-life эликс так будет называться новая игра и она целиком и полностью будет работать только в диаре то есть тот момент когда мы проверили бы уже все забыли ну там что было интересно в вяде ну наверное резиденты был последний выходил вяре на playstation он был интересен и пожалуй все и теперь half-life с одной стороны легендарная игра от легендарного создателей требует от вас вярочку то есть вот тот самый случай когда из-за одной игры огромное количество людей побежит покупать себе вверх и цветы и это не такое знаете удовольствие не дешевых вот его купил его еще нужно обеспечить каким-то действительно мощным компьютером потому что хороший вар требует мощного железа в общем вложение сумасшедший и вопрос другой вот сейчас он выйдет да мне сейчас когда-то выйдет как вообще понять как она выглядит каким образом допустим блогеры и журналисты буду делать обзор этого всего как это показать как сделать захват виара чтобы зритель мог проникнуться то есть максимум что можно будет делать и такой поверьте мне она выглядит вот так вот это очень странно и больше всего для меня загадки является как это все будет дело синхронизироваться с головой с точки зрения самочувствия потому что лично я когда использую вар но мне становится хори новенькая вестибулярный аппарат скажем так слабоват у меня для этого дела что и говорить про конкретный геймплей еще в такой руках half-life судя по названию сюжет будет посвящен одному из главных персонажей half-life 2 союзницы гордона фримена по имени алекс венс для тех кто не в курсе сеттинга алекс дочь бывшего ученого из черной мезы илая венса который командует сопротивлением внешность персонажа подарила актриса джамиль мален озвучкой занималась мэрл дэдридж алекс вместе с союзниками работает над созданием телепортов в секретной лаборатории надеемся что игра будет не только вяре а для обычных пользователей позже я с удовольствием проиграл тем более сейчас есть весомая причина просто вспомнить что было раньше и перепройти старые half-life и как бы это странно не звучало потому что half-life это ведь реально не просто так названа игра пол жизни блин нужно чтобы закончить эту игру но тем не менее восстановить в памяти возможно с какими-то модами с улучшенным графоним почему бы нет и потом подумать стоит ли покупать себе вар я уже сразу вангую что во всех торгово-развлекательных центрах нашей страны не только наши будут стоять эти вот знаете бизнесмены которые будут вам за 100 гривен в час либо же в 10 минут давать возможность поиграть в half-life варе раскачивая вас на каком-то физическом стуле для пущего эффекта компания samsung нежданно-негаданно выкатила новый гаджет под названием w20 и если вы могли подумать что это что-то абсолютно новое нет это galaxy fold который сделан для рынка китая и вот я уже говорил что недавно вернулся из китая спрашивал там местных людей как они относятся к бренду самсунга этому самсунг у нас вообще типа не в почете ну типа его мало кто вообще не интересуется мало кто покупает я в этом самом убедился купите смартфон самсунг это такая знаете задачка нетривиальная нужно еще постараться и поискать потому что кому нужен корейский флагман в китае где и так там своих флагманов хватает тем не менее похоже вот именно вот такой заход samsung пытается сделать для того чтобы как-то опять пролезть на этот рынок устаканится на нем делают это они почему-то не из какого-то там доступного устройства либо популярного устройства самого дорогого самого такого знаете эксклюзивного смартфона как китайцы к этому отнесутся я чуть не знаю внешне это практически тот же fold только грани стали более закругленными основным отличием стала поддержка сетей 5g и наличие процессора snapdragon 855 плюс в w20 все тот же экран 7,3 дюйма второй основной экран для работы как в телефонном режиме 4,6 дюйма 12 гигов оперативки 512 памяти аккумулятор 4235 миллиампер часов в общем какое-то просто новое лицо у фолда чисто для китая последняя новость на сегодня западные журналисты начали выкатывать обзор сервиса google стадия тот самый сервис который позволяет вам играть в игры грубо говоря в облаке да и мы все ждали надеялись что это будет прорыв как это все будет работать будет ли задержка и сейчас скажем так вердикт некоторых журналистов титулованных журналистов американских очень очень отрицательны есть даже уже смешная гифка в твиттере где журналист показывает как работает google стадион нажимает клавишу пробел в шутере отворачивается показывают рукой и после этого только персонаж прыгает то есть задержка чуть ли не полторы секунды для меня это все очень странно потому что когда вы выкатываете новый сервис вы даете его на тест журналистам вы должны вообще быть обеспокоены тем чтобы именно у журналистов людей которые отвечают за популяризацию этого всего в дальнейшем работала все идеально чтобы они прям поиграли в корину типа ок нормально играется но если уже на этой стадии происходят проблемы у стадии как бы это странно не звучало то что будет дальше непонятно то есть уже становится понятно что в такие игры как сетевые шутеры либо что-то вот такой вот активная поиграть особо не получится какие-то обычные казуальные игры наверное к сожалению чудо не произошло как будет дальше непонятно google стадия стоит 10 баксов в месяц готовы ли вы заплатить 10 баксов за сервис который работает на старте вот таким образом тем более у компании google нет никаких технических ограничений с точки зрения серверов мощностей у них все это имеется они могли спокойно врубить полный рубильник чтобы обеспечить максимальную производительность но знаете палка двух концов с одной стороны как бы на стороне google должно быть все хорошо но еще и на вашей стороне должно быть все хорошо интернет должен быть такое что ого-го и журналисты кстати тестировали на гигабитном интернете это все дело все эти на гигабитном не у каждого человека в доме либо в квартире имеется гигабитный интернет возможно сети пятого поколения исправить ситуацию когда появится массово 5g с минимальной задержкой сумасшедшими скоростями на что-то мне подсказывает что даже это не поможет друзья вот такие новости были на сегодня подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм я готовлю уже сразу два подкаста один про поездку в китай 2 про финансы пора дело это все дело восстанавливать с нами вам с нами со мной с вами вот эту аудио связь будем на связь пока